Стремительный полет к звездам и головокружительное падение вниз. Так в нескольких словах можно описать историю Димы Красилова. Парня, в которого влюбилась вся Европа и которая в этом году его так и не увидит. Отмена Евровидения это грустное событие для всей группы Little Big, но это видео мы хотим посвятить именно талисману команды Пухлевшо. Все дело в том, что история Димы это настоящие американские горки. В его жизни и до встречи с Little Big было много интересных событий и курьезных случаев. Чего только стоит ироничная история, как Пухляш стал дублером актера, который играл его самого. Давайте же узнаем о Диме немножко больше. За что он получил прозвище «косатка» и «стиральная машина» и как он сам себя называет. Насколько тяжело Дима пережил новость об отмене Евровидения? Почему Александр Ворожейкин назвал историю Красилова настоящим эффектом бабочки? И главное, не станет ли роль Пухляша занозой в одном месте и не поставит ли крест на карьере Красилова? Первое «нет» Дима услышал на шоу «Танцы». Он прошел кастинг в четвертый сезон проекта, покорил зрителей и судей своими импровизациями в стиле вок, крамп и контемпорари. И получил почетное звание «Центнера харизмы». На то время Дмитрий весил более 100 килограмм при росте в 162 сантиметра. Но уже на следующем этапе парень вылетел. Опускать руки Дима не стал и решил, раз с танцами не повезло, то надо покорять мир кино. Главные роли обаятельному парню давать не спешили, поэтому он перебивался небольшими появлениями на экране. Красилов даже засветился в программе Елены Малышевой на Первом канале. По его словам, там было прикольно. Но в целом, в киноиндустрии Дима тоже не очень преуспел, а потом решил поработать в рекламе. В одном из роликов он сыграл офисного работника, который покоряет коллег своими зажигательными танцами. Но и звездой рекламы Красилов тоже не стал. Казалось бы, вселенная подсовывает один отказ за другим. Может, пора смириться с неудачей? А вот и нет. Дима опять начал штурмовать мир кино. Впервые на большом экране Красилов появился в 2018 году. Да, он получил небольшие роли, но сами картины были довольно-таки успешными. Все началось с эпизодической роли в фильме «Этим пыльным летом». Его имя тогда вообще не указали в титрах. В третьем сезоне сериала «Ивановы, Ивановы» он сыграл безымянного студента. И о нем снова не упомянули в титрах. Так продолжалось аж до фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Там у героя Дмитрия Красилова, наконец, хоть имя появилось, он сыграл эпизодическую роль айтишника Сени. Гравер в комедийном сериале «Дылды», «Любитель пельменей», «Бармен», «Кок», «Санитар» – все это здорово, но роли-то были совсем крошечные. С миром кино не все так просто, разумно рассудил Красилов и отправился штурмовать очередную крепость. На этот раз Дима решил покорить Ютуб. Он начал сниматься в популярном шоу «Бар в большом городе». Там Дима получил прозвище «Косатка» за то, что умеет мастерски копировать ее смех. Это морской котик! Это был мой? А потом его окрестили «стиральной машиной». И вовсе не из-за внушительной комплекции, поверьте. Просто он смеется так заразительно и своеобразно, что этот звук очень напоминает шум работающей стиральной машины. «Сейчас остановится вы. Машинка, машинка стирает, подожди еще раз». «Чуть-чуть фатсисты». В одном из выпусков Дмитрий рассказал, что по его выступлению на шоу «Танцы» решили снимать фильм, и парень пришел на пробы, но его не утвердили. В итоге Красилов стал дублером актера, который играл его самого. Вот такая ирония, представьте себе. Александр Ворожейкин, тот самый сценарист, который отказал Диме сыграть самого себя, назвал эту историю эффектом бабочки. Он рассказал, что вдохновился заринским пареньком, который лихо отжигал на шоу «Танцы». Ворожейкин захотел снять смешную и вдохновляющую историю про обаятельного толстячка, который мечтает о большой сцене. В апреле 2019 года в кинотеатре «Октябрь» Александр увидел того самого парня и вдоволь похохотал с ним над этой ситуацией. Ведь именно благодаря этому отказу и случилась судьбоносная встреча с Ильей Прусикиным и Софией Таюрской. Ну а дальше вы все сами отлично знаете. «Все, что не делается, к лучшему», — заявляет Пухляш и доказывает это на своем собственном примере. Каждая «нет» толкала его вперед, и в результате парень оказался на вершине успеха. После выхода клипа «Уна» Дима Красилов буквально в один момент стал звездой и любимцем миллионов. И правда, что еще нужно для счастья? Почувствовать себя хрупкой балериной, даже если твой вес давно перешагнул отметку в 100 кило. Конечно же, показать колени краба, но и засветиться в шоу Ивана Урганта, чтобы страна точно знала своего героя. У Красилова теперь каждое утро начинается с сообщений новых поклонниц. Однако, судя по статусу ВКонтакте, пока сердце парня остается свободным. Историю о Диме даже напечатали в газетах «Заринска», откуда родом молодое дарование. Его назвали самым знаменитым человеком города. А сама статья носила громкое название «Между славой и стыдом». Можно только представить себе, что почувствовал Пухляш, когда узнал «Конкурс не состоится». Актер признался, что расстроился, и добавил, что эта новость качнула его вселенную. Но парень унывать не стал. Вместо этого разместил в своем инстаграме фото с кубком победителя и забавной надписью. Евровидение отменили. Официальная причина – из-за вируса. Но мы-то знаем, что отменили потому, что едет Пухляш, а значит, с первым местом все уже было понятно. В этом весь Дима. Из любого лимона сделает отличный лимонад. Да такое, что все будут просить добавки. Пухляш всегда мечтал попасть на международный музыкальный конкурс, однако не верил, что у него это получится. Он понимал, что петь не умеет, а танцевать с его габаритами вряд ли возьмут. Но судьба показала, что в жизни возможно все. Но самая интересная история связана с прозвищем Пухляш, которое придумали ему россияне. Многие говорят, что оно звучит грубо, но сам Дима называет себя намного более обидным словом – жирный. Красилов признался, что смирился со своим лишним весом и научился использовать его в свою пользу. Но не постигнет ли народного любимца горькая судьба звезды-однодневки? Не будут ли спустя год вспоминать о нем как о том самом Пухляше из клипа «Уна», имя которого мало кто помнит? Ведь Дима так быстро взлетел к звездам и завоевал народную любовь. Вспомните того же Макалея Калкина. Актеру уже 39 лет, а весь мир помнит его как Кевина из «Один дома». А вдруг и Красилов станет заложником одной роли – толстячка в голубом комбинезоне? Наш ответ – нет, этого не случится. И у нашей уверенности есть три причины. Во-первых, Дима совсем не собирается почивать на лаврах своей головокружительной славы. Буквально несколько дней назад Анна Седокова показала поклонникам первые кадры со съемок нового провокационного шоу «Об отношениях. Квартира 69». Анна обещает рассказывать о самых пикантных и откровенных темах. И что вы думаете? Пухляш станет одним из первых участников этого шоу. В своем сторис Седокова разместила небольшой фрагмент видео, в котором снялся Дима. Вместе с Аней он делает приседания, держа в руках игрушечного пупса. Что будет дальше и какую роль сыграет Красилов, мы узнаем уже очень скоро. Нам очень жаль, что Евровидение отменили, но мы готовы сделать официальное заявление. «Дима, мы забираем тебя к себе в новый клип», – заявила бывшая солистка поп-группы «Виагра». И это отличная новость. Кроме того, Дима продолжает сниматься в кино. В этом году его фильмография пополнилась картинами «Ребра» и «Заключение». Поклонники Пухляша точно знают, в скором времени ему достанется главная роль. Во-вторых, Красилов – это идеальный пример того, на что способна уверенность в себе. Пока другие грызут локти на лавке запасных, комплексуя из-за топыриных ушей, кривых ног или маленькой груди, Дима смело идет вперед. Этот милый парень наслушался немало обидных комментариев на тему своего веса, но вместо того, чтобы впасть в депрессию и уныло грызть листок салата, Красилов взял да и превратил свой недостаток в главную фишку – и не прогадал. Ну а в-третьих, у Димы есть удивительная способность притягивать к себе людей и веселить их до коликов в животе. Самоирония и умение похохотать над собой – это его конек. Врачам стоит прописывать инстаграм Красилова всем, кто страдает от хандры, тоски и грустных мыслей. Глядя на Пухляша в образах Купидона и прекрасной феи с кокошником на голове, в рогатом шлеме викинга или с гримом Харли Квинн на лице, сдержать улыбку сможет только самый серьезный человек на свете. Так что наш ответ – с Евровидением или без него, а у Пухляша точно все будет хорошо. Ведь если правда, что смех продлевает жизнь, то этот обаяшка, похоже, подбросил всем нам по несколько дополнительных лет. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео и подписывайтесь на наш канал. В это непростое время мы стараемся дарить вам больше позитива и интересных историй. Продолжение следует...